Здравствуйте, люберчане! По традиции, в канун Нового года мы подводим итоги года уходящего. В течение ближайшего часа я, Наталья Григорьева и мои коллеги расскажем вам о самых ярких событиях 2017 года. Как обычно, в январе 2017 года в Люберцах чествовали лучших учителей. Во Дворце спорта «Триумф» состоялся финал муниципального этапа конкурса «Педагог года». В финал вышли шесть участников. А кто же завоевал звание лучшего учителя, напомнит Луиза Егезарян. Этого дня участники конкурса ждали долго и с нетерпением. С ноября прошлого года они доказывают свое право носить звание лучшего педагога. Преодолев два отборочных тура, самые стойкие вышли в финал. На заключительном этапе конкурса 38 учителей и воспитателей получили подарки и благодарственные письма из рук главы города Люберцы Владимира Ружицкого. Есть прописки, говорят, это Бог, да? Вот она из них это учительство. И я всегда смотрю с неприкновенным любопытством, что происходит в России, что показывают нашим конкурсантам. Потому что это достойное уважение, это огромный труд, это творчество. Право выступить в финале и показать свои творческие номера получили шесть конкурсантов. Трое из них боролись за первое место в номинации «Воспитатель года», остальные за звание лучшего учителя. Каждый финалист продемонстрировал свое умение работать с публикой. В этом им, конечно же, помогали коллеги и дети. Выступления педагогов оценивали компетентные члены жюри. Думаешь о том, как правильно оценить и как действительно увидеть изюминку человека, как его поддержать в первую очередь и как суметь раскрыть его творческие способности и педагогические. Поддержать любимых педагогов пришли не только их воспитанники, но и родители, которые с не меньшим волнением наблюдали за выступлениями. Для каждого болельщика свой учитель – самый лучший. Мой сын – воспитанник сада номер 9 «Космос», который называется. Все очень нравится сегодня, все здорово, замечательно. Считаем, что наши воспитанники нашего детского сада выступили лучше всех. С этим мнением было согласно и жюри. Воспитателя детского сада номер 9 Ану Цангари признали лучшей в своей профессии. Её яркий творческий номер, посвящённый теме «Космоса», покорил сердца зрителей. А в номинации «Учитель года» победителем стала Анастасия Кузнецова. На протяжении двух лет она преподает уроки музыки в 41-й гимназии. Уверенность перед публикой, умение руководить детьми и безупречный голос конкурсантки не оставили у судей никаких сомнений при выборе. Впереди у победителей еще более сложное испытание. Участие теперь уже в областном этапе конкурса. Представлять городской округ на таком масштабном мероприятии – дело ответственное. Но педагоги признаются – с такой сплоченной и сильной командой возможно достижение любых высот. Я считаю, что это стимул мне дальше расти. Для моих детей это, безусловно, подарок. Они переживали за меня, они болели. У нас есть прекрасная команда, за плечами есть прекрасные крылья. Это наши коллеги, это дети, это родители. Они помогают нам во всем. Без подарков и внимания не остался никто. То всем финалистам вручили памятные знаки. Также каждый участник стал победителем в различных творческих номинациях. А завершился праздничный вечер фотосессией большого педагогического коллектива. Участие, каковое слово звучит, как и мое сердце. Уиза и Геозырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Главное событие февраля – это, конечно, День защитника Отечества. Традиционный концерт, посвященный этому празднику, прошел в Люберецком дворце культуры. На мероприятии от имени министра обороны Сергея Шойгу наградили медалями люберчан участников военной операции в Сирии. Артем Куряков и Денис Хоменко – совсем молодые, но уже закаленные службой парни. В 2016-м люберчане отдали свой долг родине в рядах военно-морского флота. По распределению из Симферополя попали в Сирию. Там, на большом десантном корабле, парни работали механиками. Теперь не боюсь никаких жизненных качек, ни бортовых, ни келевых. Все, в принципе, всегда стоят на ногах. Вспомню своих боевых товарищей, вспомню то, что пришлось нам пойти. И, в принципе, осталось только самое хорошее удовольствие. Мной мама гордится. Наверное, это единственное, самое важное, что я вынес оттуда. За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирии, люберецких защитников Отечества наградили медалями от Министерства обороны Российской Федерации. Это событие в очередной раз показало, что люберецкая земля богата героями. Героями, которые достойно носят погоны. И теми, кто день и ночь готовы отстаивать честь нашей страны. Сегодня в зале много молодежи, которая, наверное, на примере ветеранов будет нести и дальше ту ношу защитника Отечества и продолжит традиции настоящих защитников Отечества и не посрамят это имя вовеки. С праздником, дорогие друзья! На торжественном мероприятии особенно отметили участников боевых действий, локальных войн и внутренних операций. Пламенные речи и слова благодарности звучали в адрес тех, кто обеспечил нашей Родине мир над головой – ветераны Великой Отечественной войны. Это праздник всех мужчин. Мужчина – это защитник. И защитник не только Родины, а под Родиной есть и женщина, жена, дети, мать, бабушка. Вообще-то женский персонал надо обязательно учитывать и поздравлять. Я так считаю. Военные песни, казачьи танцы и живая музыка в исполнении оркестра. Концертная программа в самый настоящий мужской праздник порадовала своей красочностью и потрясающим инструментальным сопровождением. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ Ну а Международный женский день в Люберцах отметили в 2017 году с не меньшим размахом. Торжественное мероприятие провели в Дворце спорта «Триумф». Поздравления принимали представительницы прекрасного пола, работницы образования, здравоохранения, культуры и других сфер. Праздничный концерт в честь женщин городского округа Люберцы открывали самые маленькие артисты. Больше всего сказать теплые слова любви в преддверии 8 марта хочется близким и родным, сестрам, бабушкам и мамам. Мамочки наши родные и красивые, мы поздравляем с праздником вас. Будьте всегда только счастливы и своим счастьем радуйте нас. Поздравил прекрасных дам и глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Он пожелал всем женщинам счастья и крепкой мужской поддержки. Вселенную на своих плечах несут не атланты, а женщины. Поэтому я искренне желаю всем вам, чтобы вы хорошие, добрые слова слышали не только в канун 8 марта, не только в день 8 марта, а круглый год, желательно ежедневно. А потом столичные воздушные гимнасты взлетали высоко ввысь. Артисты местной опереты превращали сцену в мюзик-холл прошлых столетий, а детские творческие коллективы зажигали глаза зрителей добром и светом. Не обошлось и без такого понятного русской душе народного танца. Главным сюрпризом программы стало выступление Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Актеры театра пародий устроили грандиозное шоу и даже на мгновение обвели вокруг пальца бдительных зрителей с помощью искусства перевоплощения. Одним словом, праздник удался на славу артистам и во имя женщин. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Апрель, второй весенний месяц, природа расцветает, а жители области выходят на субботник. В 2017 году в масштабных мероприятиях по наведению чистоты поучаствовали активные жители, управляющие компании, представители администрации и, конечно, общественники. Нужно все привести в порядок, чтобы детки приходили, чисто было. Хороший пример – это личный пример. Поэтому, собственно, я занимаюсь таким образом воспитанием своих детей. Я вижу, что действительно даже дети, даже без родителей сейчас сегодня пришли, потому что действительно хочется, чтобы это было красиво. Музыка. 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 Пожалуй, главный праздник года. 72-ю годовщину Победы в Люберцах в 2017 году отметили с особым размахом. В течение дня прошел торжественный митинг, концерт, гуляния развернулись и в городских парках. А в акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи жителей городского округа. Празднование Дня Победы началось на Центральной площади перед администрацией. Задолго до начала торжественного митинга трудовые коллективы и жители города занимали места перед сценой. Несмотря на совсем не майскую погоду, настроение у всех было весеннее. Настроение очень хорошее, праздничное. Мы всегда гордимся нашими дедами, прадедами. И сегодня очень хороший день. Почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны, друженики тыла, жители блокадного Ленинграда и дети войны. Для них этот день особенный. Радость в глазах и счастливые лица. Все как весной 45-го года. Многие люберчане пришли на праздничный митинг с портретами своих родственников, участников войны. В знак благодарности за мир на земле. В знак благодарности за Великую Победу, ценой которой стали их жизни. А мой прадедушка был в 383-й стрелковой дивизии. Он был рядовым. Он погиб за две недели до Победы. 20 апреля в Германии. А тем временем на площади уже выступали танцевальные коллективы. На сцене слова поздравлений и благодарности за Победу прозвучали от руководства города и области. Я искренне всех поздравляю с Днём Победы. Здоровья, благополучия. Мира нам всем, нашим ветеранам долголетия. Тут же на сцене глава городского округа Люберца Владимир Ужицкий дал старт праздничного забега, посвященного 72-й годовщине со Дня Победы. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Именно такое расстояние предстоит пробежать каждому участнику забега Кубок Победы, который стартовал прямо сейчас. После официальной части участники митинга выстроились в колонны и в сопровождении военной техники прошагали по Октябрьскому проспекту к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Именно здесь, по традиции, состоялось возложение цветов к подножию памятника воину-освободителю. Вспомним тех, кто бился с врагом на бронде, кто воевал в партизанских отрядах, кто стромал в фашистских концлагерях. После того, как люберчане почтили память павших воинов на пересечении улиц Кирова и Власова, начали собираться участники акции «Бессмертный полк». В городском округе Люберцы массовое шествие с портретами героев войны проходит уже третий раз. С каждым годом желающих присоединиться к этому знаковому мероприятию становится все больше и больше. Этот день они приближали как могли. Сегодня героев Великой Отечественной войны можно увидеть не только на портретах, которые несут в руках люберчане, но и вживую. Массовое шествие «Бессмертный полк» возглавляет ветераны Великой Отечественной войны. Невероятное чувство такое, что действительно мы дожили до этого дня, когда победа нам возвращает наше будущее. В этот день люберчане не скрывали слез. Действительно, история каждого, кто изображен на портретах, по-своему интересна и трогательна. Мои мама и папа. Это моя дочка, соответственно, это их бабушка и дедушка, которые вырастили ее. Замечательные люди. Они вместе прошли войну и поженились 31 мая 1945 года. Прожили больше 60 лет. Вот сейчас правнучка несет этот плакат с гордостью. Многочисленная колонна наследников Победы прошла по улице Кирова. Финальной точкой массового шествия стала площадь перед зданием администрации. Здесь все это время проходил праздничный концерт. Творческие коллективы радовали местных жителей своими выступлениями на протяжении всего дня. А завершился он традиционным победным салютом, который прогремел на семи площадках городского округа Люберцы. Луиза Иги Азарян, Анна Троян, Мария Лапычева, Дмитрий Шарапов, Никита Скраган и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. День России отметили в Люберцах 12 июня. В Наташинском парке гостей праздника ждали мастер-классы и выставки. Паспорта вручили люберчанам, достигшим возраста 14 лет. А активная молодежь провела флешмоб «Российский триколор». Но вот центральным событием праздника стало исполнение песни «С чего начинается Родина». Торжества по случаю государственного праздника Дня России в городском округе Люберцы прошли на 38 площадках. В Наташинском парке многочисленных гостей ждали различные выставки и мастер-классы для больших и маленьких люберчан. Своими руками можно было сделать сердце в цветах триколора и праздничные открытки. Россия для нас – это наш дом. И если все мы будем вспоминать об этом, то тогда мы, наверное, будем жить счастливо. На главной сцене поздравил жителей с Днем России глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Мы любим нашу страну. Каждый из нас любит свою семью, своих друзей, своих близких. Вот эта любовь, она выражается в огромную страну, в державу Россию. Перед многочисленной публикой глава торжественно поздравил с Днем бракосочетания влюбленную пару люберчан, которые решили создать свою семью именно 12 июня. А также подарил подарки молодым родителям и вручил паспорта 10-ти юным люберчанам. Лера прямо из рук главы сегодня получила свой первый такой важный документ. Расскажи, как твои впечатления? Не, ну, конечно, это безумно волнительно и приятно, ведь не каждому удается получить свой первый паспорт из рук главы и в такой торжественной обстановке, в такой великий праздник. Мы знаем, 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 этот город такой, Ему родится повезло лишь под счастливой звездой. Наш город, солнце за собой, у нас к победам ведешь. Твое богатство – это люди, это мы. Город наш вести, город наш великий, Любви систики, яркий, Нежно на прямые знания, где, Довы не зажжется и в огне. Яркие выступления артистов, песни, танцы и молодежный флешмоб сотни рук растянули российский триколор. А Люберецкий хлебокомбинат испек для люберчан особенный торт в цветах российского флага. Вишневые угощения размером полтора метра на метр кондитеры приготовили специально на День России уже во второй раз. А еще было мороженое. Ровно тысячу порций крем-брюле съели маленькие и большие жители городского округа Люберце. А потом отправились болеть за участников турнира по тайскому боксу. Им по пять лет, и у них все серьезно. Насколько спортивные Люберцы, настолько спортивные и местные власти. В этот день на искусственном поле торпеда состоялся футбольный матч между командами администрации и Совета депутатов. Ну, во-первых, сплощение коллектива нашего трудового, как депутатского корпуса, так и руководителя администрации. Ну, прежде всего, это здоровье и здоровый образ жизни. Первый гол влетел в ворота администрации. Вячеслав Калинин ловко обошел вратаря противников. Ответного удара по воротам не пришлось долго ждать. Счет сравнял Владимир Ружицкий. Я забил, потому что игроки с кем мы играли, они нормально пасуют, нормально пасы дают, нормально играют, нормально играют в нападении. Мне посчастливилось, мне дали пас, я забил. В нешуточной борьбе победу в матче одержала команда Совета депутатов. Счет игры 8-2. Завершился День России снова на центральной площадке в Наташинском парке. Самый массовый патриотический флешмоб идет сегодня в социальных сетях на протяжении всего дня. Пользователи исполняют известную песню «С чего начинается Родина» и выкладывают видео с хэштегами «12 июня День России – с чего начинается Родина». Кульминация этого события наступит ровно в 19.00. Жители всех районов Московской области соберутся на городских площадках, чтобы спеть песню вместе. В Люберцах запевает глава округа Владимир Ружицкий. С чего начинается Родина С картинки в твоем букваре С хороших и верных товарищей Живущих в соседнем дворе А может она начинается С той песни, что пела нам С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнял Наталья Григорьева, Анна Троян, Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ В июле в Жуковском прошел 13-й международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» Один из крупнейших мировых авиафорумов. Для гостей приготовили насыщенную программу и яркие выступления пилотажных групп. Свидетелями масштабного события стали и члены съемочной группы ЛРТ. На эти шесть дней небо над подмосковным Жуковским оказалось в самом центре внимания. 90 воздушных судов взмыли в небо, чтобы в очередной раз поразить зрителей яркой летной программой, виртуозными фигурами и сложными маневрами. По традиции на «МАКС-2017» выступали русские витязи, стрижи и соколы России. Кроме того, в полетах также приняли участие российские пилотажные группы «Русь», «Первый полет» и «Чалавиатим», а также латышские и арабские суда. Впервые гости салона могли увидеть в небе учебно-тренировочный самолет Як-152 и ударный вертолет Ми-28НЭ. В этом году «МАКС» посетили более 450 тысяч гостей. Это на 50 тысяч больше, чем два года назад. Мероприятие собрало людей всех возрастов из разных уголков России. Здесь традиционно царит праздничное настроение, и никакие капризы погоды не могут его испортить. Я в позапрошлом году тут была, но тут все изменилось. Мне в этом году намного больше понравилось. Но жалко, что дождь начался и не продолжилось выступление. Очень нравится. Я впервые здесь. Очень приятно за организаторов, что организовали. Очень хорошо, очень хорошее. И чтобы это продолжалось, хотелось бы. Даже и дождь не помеха. Все очень нравится. Что особенно вам нравится? Ну, конечно, самолеты наши. Гордость нашей авиации. Помимо летной программы на «МАКСе» работала статическая стоянка самолетов и вертолетов. Здесь гости могли во всех подробностях разглядеть воздушные суда, сфотографироваться и зайти внутрь кабины. Авиасалон «МАКС» – это не только праздничное, но и деловое мероприятие. В этом году здесь было проведено свыше 150 конференций, круглых столов, брифингов, семинаров и презентаций. Подписано около 25 соглашений, контрактов и договоров. Одним из важнейших событий стала презентация системы по цифровому созданию авиационных деталей. В виртуальном цехе в присутствии журналистов был изготовлен первый цифровой болт. Это будет первый кибербезопасный болт, произведенный в вашем присутствии. До этого все показы были закрыты. «МАКС» проводится регулярно. А вот уже 24 года каждый нечетный год, прошедший накануне авиасалон, стал 13-м по счету. Он превысил показатели предыдущей выставки не только по количеству гостей, но и экспонентов. Всего в мероприятии приняли участие более 880 компаний, в том числе около 180 иностранных производителей из 35 стран мира. В августе в Твери состоялся фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей». География участников в 2017 году вышла за рамки Центрального федерального округа. В творческом конкурсе участвовало около 40 средств массовой информации. На этот раз победителем в главной номинации стал телеканал РТ. Станция Белгород. Для тех, кто здесь впервые, это место, откуда начинается знакомство с нашим городом. А помнишь, раньше на больших станциях ходили бабушки с кукурузой и черчилой, течки с такими громкими специальными голосами, которые кричали «Пиво, раки, чебуреки» и мужики, которые продавали сушеную вовлу. Это не отрывок программы «Орел и решка в России». Это проект телеканала «Мир Белогорья». Здесь была Даша. За оригинальный подход к работе члены жюри единогласно отдали Дарье Анискиной победу в номинации лучшей ведущей телевизионной программы. Спасибо за возможность показать себя. Для меня это огромный стимул двигаться вперед. К такому позитивному подходу делать больше хороших новостей на фестивале призвали журналистов все члены Оргкомитета. Ведь от того, что выходит в эфир, зависит настроение зрителей в целом. Хорошая новость – это не просто приглаженная или отобранная специальная и незамеченная какая-то другая. Это вообще не искажение действительности и не взгляд через розовое стекло. Хорошая новость – это наличие неравнодушных людей, которые делают свое дело. А таких неравнодушных журналистов, преданных своему делу, в Центральном федеральном округе много. На юбилейный 20-й фестиваль «Территория хороших новостей» было выдвинуто 150 работ из 11 субъектов России. Конкурс традиционно прошел на Тверской земле. Собрал только лучших представителей медиаотрасли, представляющих региональные компании центральной части России. Ирина Шляхтова, к примеру, за бесстрашие и уверенность в кадре, стала лучшим тележурналистом этого года. За сюжет о конкурсе по вертолетному спорту. Были очень своеобразные условия, лил дождь, но нам удалось с оператором сделать замечательный сюжет. Прекращали соревнования, потому что погода была не летная, не июльская, но тем не менее мы сделали. В 2017-м фестиваль вышел за свои географические рамки. В нем впервые участвовали журналисты из Самары и Вологды. Среди лидеров фестиваля также были отмечены региональные компании из Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой и Ярославской областей. Столичный регион в этом году тоже в лидерах. Телеканал ЛРТ победил в главной номинации. Лучшая программа новости. С вами Наталья Григорьева. С Днем Победы! Сегодня по всему городскому округу Люберцы проходят масштабные торжества в честь этого великого дня. На площадках праздника работают съемочные группы ЛРТ. Этот день они приближали как могли. Сегодня героев Великой Отечественной войны можно увидеть не только на портретах, которые несут в руках либерчане, но и вживую. Массовое шествие «Бессмертный полк» возглавляет ветераны Великой Отечественной войны. На самом деле для нашего телеканала это огромная победа. Мы несколько лет шли и стремились к этому. Это огромное счастье, это огромная радость, когда коллектив отмечен полностью. Мы над этой работой работали все вместе. Это была работа от корреспондента до последнего штриха монтажера. Но все же главная задача территории хороших новостей не только дать по заслугам, но и повысить профессиональное мастерство теле- и радиожурналистов. В программе фестиваля мастер-классы и площадки для обмена опытом, как возможность заимствования практики у своих коллег. Кроме того, на разборе полетов члены жюри обсудили все недостатки и преимущества конкурсных работ. И в этот раз, ну вот я не знаю, я поднял, как раз предложил наградить вас главным призом за программу новости. Молодцы ребята, настолько душевно. Вот я смотрел, простите, у меня вот со слезой смотрел. Я смотрел и плакал. Как прочувствовал, как понятно. 9 мая спецвыпуск. Корреспонденты, молодые девчонки в этих пилоточках, они чувствуют, они не собой занимаются, они чувствуют важность этого дня. Идея, которая заложена в названии фестиваля, за 20 лет объединила не одну сотню журналистов из самых разных регионов. Территория хороших новостей – место, которое по-настоящему сближает единомышленников. Город Тверь, да, в принципе, как и сам конкурс, подарил практически каждому участнику незабываемые эмоции. И дело не только в этом бесценном опыте, но и в мотивации, которые получили журналисты, чтобы создавать и дарить каждому зрителю хорошие новости. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. 10 сентября прошло празднование дня городского округа Люберца. Его, надо сказать, отметили с размахом. Обширная концертная программа, выставки торговых и промышленных предприятий, спортивный флешмоб. Для жителей приготовили действительно много интересного. Давайте оживим в памяти самые веселые и красочные моменты праздника. Ни один праздник в Люберцах не проходит без спорта. Поэтому одной из первых площадок, где организовали массовые мероприятия, стал стадион «Торпеда». С самого утра футбольное поле превратилось в большую спортивную зону. Здесь прошли соревнования и показательные выступления различных секций. Но основным и, по сути, историческим событием стало установление рекорда России по жиму лёжа. Люберчанин Анатолий Сербин 25 раз поднял штангу весом 150 килограммов. Котеллс, на самом деле, недолго. Около двух недель. Только начал свою подготовку. Пока нахожусь в средней форме, всё самое интересное будет перейти. Центральный парк в этот день тоже выглядел не так, как обычно. Попав сюда, люберчане могли совершить экскурс в историю. Здесь их ожидали гости из Средневековья. Мы делаем штамп по коже, по средневековой технологии. Можно присоединиться, например, к мастер-классу, если хотите. Кроме того, здесь можно было встретить саму Екатерину Великую. По Центральному парку она гуляла вместе с Петром Первым и главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким. Таким составом они посетили праздник урожая и наградили лучших люберецких садоводов. А недалеко от Центральной площади гостей праздника ждали угощения по-люберецки. Отведать любимые блюда в этот день можно было абсолютно бесплатно. Щедрые предприятия общественного питания также были отмечены главой городского округа. Собираются по итогам опроса, голосования и отзывов 10 лучших предприятий. Предприятия общественного питания и услуг. Это кафе или рестораны. Значит, по итогам этого года у нас достойных, самых достойных было 8 предприятий, которые здесь были озвучены. Официальное открытие праздника состоялось на площади перед администрацией. В этом году день рождения Люберец отметили уже в новом статусе. Для гостей мероприятия впервые прозвучал гимн городского округа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По традиции в этот день состоялось награждение люберчан, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. А настоящим украшением праздника стало шоу «На небесах», устроенное летчиками холдинга «Вертолеты России». Вертолет Ми-28 – всепогодный боевой вертолет круглосуточного применения. Всего день городского округа отметили на 23 праздничных площадках. Традиционно местом притяжения многих люберчан стал парк на Наташинских прудах. Выставки, мастер-классы, ярмарки и праздничный концерт проходили здесь на протяжении всего дня. На Наташинских парках сложилось, что здесь самая такая красивая, удобная зона отдыха, или нет? Да! Но сегодня весело! Очень! Поэтому я вас искренне поздравляю с праздником! День рождения города! Город славный, город труженик! В нем живут самые лучшие люди на планете! Ну и, безусловно, такой грандиозный праздник не мог завершиться просто так. Кульминацией дня города стал красочный салют, который прогремел ровно в 21.00 на восьми площадках городского округа. 394-й день рождения люберец отметили порядка 36 тысяч человек. Луиза Егия-Зарян, Яна Яковлева, Мария Лапычева, Дмитрий Родянко, Дмитрий Шарапов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Крупные акции по посадке деревьев в Московской области проходят два раза в год. В апреле это Лес Победы, а в сентябре – наш лес. И в сентябре 2017 года люберчане высадили около 80 тысяч сеянцев сосны. Для этого был выделен участок в поселке Октябрьский. Кроме того, деревья и кустарники появились во дворах округа и на территориях образовательных учреждений. Традиционная осенняя акция «Наш лес» с самого утра собрала люберчан на благое дело. Главная площадка сегодня развернулась вблизи Октябрьского. Только представьте, здесь на 20 гектарах земли высадят 80 тысяч молодых сосен. Экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево» проводится в Подмосковье с 2013 года. С каждым разом количество людей, желающих принять участие в массовой посадке деревьев, только растет. То, что мы делаем, это хорошее дело. Это инициатива нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Я вам скажу, сегодня акция проходит по территории всей Московской области. И, конечно же, в эту акцию весомый уклад внесет и наш Люберецкий городской округ. И действительно, только по скромным подсчетам, к акции «Наш лес» в этом году присоединились более 10 тысяч жителей Люберецкого округа. Большинство из них – молодежь. Мы студенты Гагаринского техникума, и мы приехали сюда посадить деревья. Сажать деревья – это очень важно, потому что они поддерживают экологию планеты, очищают воздух от грязных веществ. Коллективы местных предприятий и представители силовых структур, сотрудники Люберецкой администрации и местной общественной палаты. Все, как один, приехали в Октябрьске, чтобы восстановить погибший от караеда лес. Каждый в этот день может посадить свое дерево, поставить табличку о том, что он приходил, приучить к этому своих детей, родных и близких. И я уверен, что тот лес, который мы сегодня посадим, первый лес нашего городского округа Люберца в полном формате, взрастет, будет радовать нас, наших жителей. И, конечно, сам глава городского округа Люберцы приложил усилия к восстановлению леса. Вместе с ветеранами и детьми он лично высадил десяток сеянцев сосны. Во время экологической акции «Наш лес» молодые деревья появлялись по всей территории городского округа. Все, первое дерево посадили. На придомовых территориях и вблизи образовательных учреждений жители посадили более 1300 саженцев хвойных и лиственных пород. В акции были задействованы все поселки Люберецкой земли. Честно сказать, хочется, чтобы поселок зеленый был, хочется, чтобы побольше деревьев было, чтобы дети дышали. Мы живем в нашем поселке, мы должны ухаживать за ним как-то, не знаю, это же для нас, для наших детей. По традиции акцию «Наш лес» поддерживает общеобразовательные учреждения городского округа Люберцы. Сейчас мы находимся в седьмой школе. Здесь впервые пройдет акция «Вишневый сад». Новые деревья посадят бывшие выпускники, медалисты учебного заведения. Аллею медалистов высадили отличники, которыми особенно гордится образовательное учреждение. Природу нужно беречь. Это на своем примере они показали сегодняшним школьникам. Вишневые деревья сажала также и Виктория Бунтина, начальник управления образованием. Нужно, в общем-то, оставить себе добрую славу и, конечно, посадить вишневый сад. Это просто прекрасно украсит и территорию самой школы. Ну, я уж не говорю о памяти, которая сохранится от этих ребят. Считается, что если человек посадил дерево, то он совершил добрый поступок. Ну что ж, сегодня благим делом занялись тысячи жителей городского округа. По традиции, акцию «Наш лес» поддержали сотрудники ЛГЖТ. Лично мне, как для руководителя, имеет огромное значение, потому что мы выполняем, во-первых, областную программу ежегодно, во-вторых, пожелания жителей. Вот это самое главное. Мы уже каждый год по новым адресам, увидите, сколько народу. На этот раз сотрудники ЛГЖТ высадили около двухсот деревьев по всему городу. В этом добром деле им помогали жители Люберец и представители власти. А чтобы молодые саженцы прижились, за ними будут следить сотрудники ЖЭО. Всего в городской черте в акции «Наш лес» поучаствовали четыре с половиной тысячи жителей. Мы посадили дерево! Анна Троян, Луиза Егизарян, Никита Скраган, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. В ноябре 2017 года губернаторская премия «Наша Подмосковья» отметила юбилей – пять лет. Торжественное вручение наград прошло в Красногорске. Из почти 19,5 тысяч заявок жюри отобрало 1818 лауреатов. А городской округ Люберца, в свою очередь, выбился в лидеры по количеству поданных заявок среди муниципалитетов Подмосковья. Это дело всей моей жизни. И я очень рад, что люди оценили это, и что это нужно людям. Каково это? Быть лучшим, быть выбранным из тысяч, заслужить признание и вознаграждение за свою бескорыстную деятельность. На пятой юбилейной премии «Наша Подмосковья» эти чувства испытали 1818 добродетелей региона. Каждый год в этом зале мы собираемся с очень добрыми, неравнодушными, очень важными в нашей жизни людьми. Это коллективы, отдельные граждане нашей страны, которые, несмотря на огромную занятость, несмотря на то, что наш дикий и подвижный мир требует огромной концентрации, вы находите большое количество времени для добрых дел. Спасибо всем за ваши добрые дела. С каждым годом количество вовлеченных в премию людей растет, а это значит, что растет и количество неравнодушных жителей Подмосковья. В этом году проекты подавались не по тематике, как раньше, а попадали в одну из четырех категорий по количеству задействованных людей в проекте. В самой популярной категории инициатива победила жительница Талдама, которая помогает детям-инвалидам. Большая группа поддержки, весь Талдам. За вас сегодня радуются и болеют за вас. Премию губернатора присуждают за реализуемые или уже реализованные проекты. В этом году жюри предстояло оценить почти 19,5 тысяч работ. В них вовлечено 75 тысяч жителей Подмосковья. Первый юбилей премии стал знаковым и для люберец. В этом году городской округ стал лидером по количеству зарегистрированных пользователей на сайте Наши Подмосковья. И что особенно важно, мы первые и в количестве поданных проектов. На этот раз от люберчан поступило почти две тысячи работ. 66 проектов от жителей Люберец в этом году стали лауреатами. Премию второй степени получила Елена Барбышева. Проект «Мы все из одной глины» позволил людям с аутизмом развиться. Вместе с артистами они выступают в театральных благотворительных постановках. Цель проекта – это адаптация людей, испытывающих состояние аутизма, их социализация, также поддержка родителей, их семей аутистов. Премия Подмосковья нам дала огромный стимул, общественное признание. Мы смогли реализовать мечту наших ребят-аутистов. Они мечтали участвовать в рок-фестивале. В этом году нововведения коснулись и самой главной награды. Победителей выбирали не только решением жюри, но и на сайте – народным голосованием. Таким образом, обладателям специального приза в самой объемной категории – сообщество. Когда в проекте задействовано от ста человек, стало Томилинское знамя победы. Я хочу сейчас поблагодарить каждую томилинскую семью. Здесь десятки пар глаз наших, томилинских. Спасибо вам каждому, потому что в этом знамени чистучка каждой томилинской семьи. Наши самые уважаемые жители, дети войны, наши бабушки. Сегодня я говорю вам точно. Если бы 1100 наших дедов-героев сегодня были рядом с нами, то каждый из них сказал, ну не страшно пойти на любой бой ради того, чтобы собрались потомки. И каждый в душе сказал – дед, я тебя помню. Своих земляков и обладателей наград на мероприятии поддерживали представители различных люберецких объединений и организаций, а также лично глава Владимир Ружицкий. В премии губернатора мы, по сути, первые в Московской области. У нас участников более 5700 человек. Мы подали на конкурс по памяти 1978 заявок. И я истинно пожелал бы, чтобы наши жители и в дальнейшем, и в перспективе принимали активное участие в подобных мероприятиях, потому что это кроме удовлетворения морального, кроме такого поиска каких-то идей и работы над этими идеями, это дает еще и материальное вознаграждение. За пять лет на рассмотрение жюри поступили уже порядка 100 тысяч проектов, за которыми стоят столько же социально значимых добрых дел жителей региона. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Полонез, фигурный и классический вальс. В декабре полторы тысячи воспитанников кадетских образовательных учреждений стали участниками второго международного кремлевского кадетского бала. Курсанты съехались на праздник со всей России, а также из стран СНГ и дальнего зарубежья. Масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, призвано возродить имперскую традицию и чествовать не только героев прошлого времени, но и настоящего. Кавалеры кружатся в танце с дамами. Погоны, строгая форма и платье в пол. Под звук оркестра полторы тысячи курсантов вернули гостиному двору. Тот самый неповторимый дух Российской империи. Хозяин бала, герой Советского Союза Николай Антошкин, как и полагается, встречал гостей пламенными речами. На вас вся наша надежда. Мы вам передаем эстетику вашу, эстетику вашей руки. Его должны достойно дальше вынесли. Первый кадетский корпус в Российской империи был основан в 18 веке. Именно тогда в нашей стране начали зарождаться подобные мероприятия. На празднике 2017-м. Все в лучших традициях того времени. Элита государства, политические деятели, герои Советского Союза и России. Лучшие курсанты не только вальсировали, но и установили новый мировой рекорд. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали, что на паркете одновременно находились более 600 бальных пар. Второй международный кремлевский кадетский бал состоялся в самом центре столицы, возле Красной площади. Гостиный двор будто перенесся на пару столетий назад. В вальсе закружились кадеты со всей страны. Никто не стесняется, движения оточены. И вообще создается такое впечатление, что в таком празднике они участвуют далеко не впервые. В гостиный двор участники приехали из 42 субъектов Российской Федерации. Крыма, Мордовии, Мурманска, Калининградской области и других регионов. А также стран СНГ и ближнего зарубежья. Все они воспитанники кадетских корпусов, школ, детских домов и интернатов. Когда танцуешь с партнером, чувствуешь себя как будто девушкой. Как-то стержень появляется внутрь, неграция, осанка. Танцы – это вообще очень прекрасная вещь, особенно для парня. Любой мужчина должен уметь танцевать. А эти горцы танцуют не только лесгинку, но и уже освоили вальс. Курсанты из Ингушского горского кадетского корпуса. Обучились классике всего за два месяца. Для меня это большая честь, при участии в этом мероприятии. Я многих людей узнал, подружился с лекторами. Я хотела увидеть себя героя в России, героя Советского Союза. В кадетских школах танцевальное мастерство – один из обязательных предметов. Именно поэтому ребята всегда готовы заскользить по паркету и дать мастер-класс. Марафон бала был расписан по минутам. Всего курсанты исполнили несколько десятков танцев. Один за одним сменялись стили, виды и в том числе партнеры. На самом деле, во-первых, это интересно, потому что ты никогда не знаешь, кто за твоей спиной окажется. То есть я могу повернуться, и там будет абсолютно незнакомый мне человек. Очень сильно передается атмосфера именно балов, особенно международных, именно таких балов. Потому что действительно все как в 19 веке. Григорий и Полина – опытные исполнители классического танца. В составе Люберецкой делегации на международный Кремлевский кадетский бал приехали во второй раз. Всего из нашей кадетской школы в праздники поучаствовали 20 наиболее талантливых курсантов. Дети, естественно, готовятся к этим кадетским балам. Проходят у них тренировки в школе. Ну, представьте, 20 танцев заполнены. Прежде всего, они общаются с другими кадетскими корпусами и школами. То есть у них обмен опытом идет, обмен какими-то эмоциями. Кремлевский бал в центре столицы – бесспорно уникальное событие, которое запомнится каждому из участников. И хотелось бы, чтобы подобных мероприятий у них стало больше. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Настоящее новогоднее веселье рядом. И с этим точно могут согласиться жители одного из домов в поселке Октябрьский. Прямо в их дворе в преддверии Нового года провели праздник. И помогла в этом деле управляющая компания «Потенциал». Создать праздник для жителей управляющая компания «Потенциал» планировала давно. И вот, прямо во дворе дома совместно с жителями они устроили настоящее представление, которое объединило всех присутствующих. Данное мероприятие способствует, в первую очередь, знакомству, сплачивает как персонал компании, так и собственников между собой, ну и, соответственно, сотрудников компании и наших любимых жителей. Есть возможность познакомиться напрямую с генеральным директором и другим руководством, пообщаться, задать какие-то, может быть, вопросы. Ну, естественно, доставить радость, ту радость в Новый год маленьким детишкам. Такую тенденцию по объединению жителей с сотрудниками управляющей компании благодаря подобным праздникам планируют продолжать. Жители отметили, что после все хозяйственные вопросы будут задавать по-соседски, а для детей это только лишний повод для радости. Да, конечно, нам очень понравилось, потому что это первый раз за такое время, сколько мы здесь проживаем, за шесть лет. Ну, детям очень нравится. Помимо жителей Октябрьского, управляющая компания «Потенциал» пригласила гостей с Люберец – благотворительную организацию «Лучик надежды». От нее на праздник приехали три семьи. Детям интересно и на воздухе, и немножко их отвлечь от дома, от этой техники и всего остального. Они, по-моему, здесь забыли уже обо всем. Скачут, бегают, носятся, веселятся. По-моему, замечательно. И разный возраст, и всем интересный. Маленький, мы постарше. Чай, сладости, мандарины и, конечно, гости. Дед Мороз со снегурочкой. Все как в новогоднюю ночь. Главными зрителями и участниками праздника были, конечно же, дети. И их эмоции от праздника порадовали как родителей, так и организаторов мероприятия. Мне понравилось, когда мы лепили снеговиков. И еще, когда мы водили храбов вокруг елки. И еще, когда мы ручками двигали. И варежками играли. Мне, в общем, все понравилось. Танцы понравились. Можно было попить чаю, поболтать с друзьями. В будущем для своих жителей компания планирует проводить не только праздники, приуроченные к Новому году, но и другие, которые отмечают на территории России. Также в планах увеличение площадок для проведения мероприятий не только на территории одного комплекса, но и во дворах других многоквартирных домов. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В конце 2017 года в Люберецком дворце спорта Триумов прошло торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года. Творческие коллективы округа приготовили для люберчан массу сюрпризов. А самые красочные и масштабные из них – новогодние театрализованные представления «Снежная королева». Заполненные трибуны, красивые декорации и выступления лучших коллективов округа. Построенное по мотивам сказки «Снежная королева» новогоднее представление в Люберцах в этом году было особенно волшебным. Даже глава округа Владимир Ружицкий отвлекся от работы и поздравил люберчан с наступающим праздником. И вы знаете, я сам себе задаю вопрос, каким же год был в 2017-е? Конечно, год в чем-то сложный, в чем-то, наверное, и тяжелый, но в чем-то он был для нас предельный и успешный. Я, если не, желаю добра, здоровья, благополучия. Пусть ваши самые сокровенные мечты сбываются. Пусть каждому повезет. И тем, кто присутствовал на празднике, уже повезло. Повезло увидеть всю красоту театрального представления «Снежная королева» с известными персонажами. Скажи, а ты и правда не боишься «Снежной королевы»? Конечно, нет. Выдумки-то все, сказки. А я бы не стала над ней смеяться. Хочет, это морозный узор настекли, ее лицо. Помимо актерской игры, представление было наполнено песнями, танцевальными номерами. И все они были взаимосвязаны между собой, продолжая историю одной сказки. Я хочу, чтобы принц, распрекрасный принц, не читался на этой прелуге. Зрители с большим вниманием наблюдали за тем, что происходит на сцене. Ведь в этот вечер для них было подготовлено много сюрпризов. Например, депутат Московской областной думы Игорь Каханый спел песню со «Снежной королевой». Также большим подарком для гостей стало выступление всеми любимой группы «Иванушки Интернешнл». Подобные праздники в канун Нового года в Люберецком округе проводятся ежегодно. Меняется лишь их сюжет, но цель одна – создать жителям праздничное настроение. Анна Троян, Мария Антонова и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Ну что же, таким был 2017 год. Благодарю вас за то, что вы провели его в компании ЛРТ. Надеюсь, что и в следующем году вы будете следить за новостями округа, смотря наши информационные выпуски. В студии была Наталья Григорьева. Всего вам самого доброго и с Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!